Со 2 по 7 декабря текущего года в городе Лангипас Хмао-Югра проходил чемпионат Уральского федерального округа по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Изначально проведение чемпионата было запланировано на апрель в городе Екатеринбург, но из-за сложной эпидемиологической ситуации проведение было разрешено только сейчас в Лангипасе. К тому же строгим условием участия стал возраст от 18 лет и справка об отсутствии COVID-19. Наша сборная команда Курганской области была представлена спортсменами города Шадринска. Это у нас были студенты Зауральского колледжа физической культуры и здоровья, спортсмены у нас были детско-юнические спортивные школы, а также города Кургана, Дюс-4 и Шор-1, города Петухово, это Петуховская Дюсш, один был спортсмен, и Шумихинская Дюсш. То есть ряд молодых спортсменов вывезли, чтобы они могли выполнить норматив кандидата мастера спорта, три человека у нас вот таких мы в команду включили, чтобы они могли этот год закончить, повысив свой уровень. То есть на тренировках были близки к этому, но на соревнованиях только один у нас спортсмен из Петухова, Кирилл Василенко, выполнил норматив кандидата мастера спорта, сейчас документы готовим на присвоение. Несмотря на жесткие ограничения и отсутствие полноценных тренировок во время карантина, зауральцы справились с поставленной задачей и взяли большое количество золотых медалей. Выступал я на чемпионате Уральского федерального округа, выиграл. Лично для меня эти соревнования были проходными, какой-то прям серьезной борьбы у меня не было, но задача была приехать и выиграть, занять первое место лично для себя и для команды. Среди женщин золото взяла Маткина Марина. Среди мужчин весовой категории до 67 килограмм первое место занял Брюханов Андрей из города Курган. Шестое место у Камягина Антона из Шадринска. В весовой категории до 73 килограмм победителем стал тренер-преподаватель Шадринска Патраков Владислав. Четвертое место занял Егоров Максим из Шумихи. В весовой категории до 89 килограмм второе место занял кандидат мастера спорта Зауральского колледжа физической культуры и здоровья Семен Суханов. В весовой категории 102 килограмма победу одержал мастер спорта международного класса Кибанов Александр. Третье место занял кандидат мастера спорта из Петухова Василенко Кирилл. В весовой категории до 109 килограмм победителем стал учащийся спортсмен-инструктор Шадринской спортивной школы Антропов Никита. В весовой категории более 109 килограмм золото взял мастер спорта Максим Старостин. Я приехал сюда три года назад заниматься тяжелой атлетикой. Сейчас прошло УРФО. Я съездил на него, выиграл двух своих соперников. Ну вообще в жизни мы дружим, конечно. Но вот так на помосте встречаемся довольно часто. И там уже спортивный азарт. И мы каждый раз сражаемся за каждый килограмм. Ну в этот раз я их победил. В следующий раз я тоже думаю их выиграть. А до этого как бы так случилось, что они меня выигрывали. Я булзал на них. Конечно. То есть ты вырвал так победу? Да, я вырвал эту победу прям. Старший тренер сборной команды Курганской области по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса и участник Олимпийских игр в Атланте Дмитрий Смирнов рассказал нам о теоретической подготовке спортсменов во время пандемии. Например, изучение антидопинговых правил, а также об онлайн соревнованиях и подготовке к полноценным чемпионатам. На данный момент взрослые спортсмены у нас готовятся к Кубку России. Кубок России планируется в городе Старый Оскол Белгородской области в конце января 2021 года. Будем планировать спортсменов, кто находится в хорошей форме, вывести на эти соревнования. К сожалению, пока наши областные и городские соревнования отменены, поэтому мы только принимаем участие. В Курганской области порядка 560-570 человек тренируются. В городе Шадринске это около 300 занимающихся. Это и студенты колледжа, и учащиеся в спортивной школе-интернат, Дюс Шьермак, Дюс Ша города Шадринска. Также есть спортсмены, которые тренируются в фитнес-клубе Цех, в Кургане тренируются многие ребята, в Шумихинском районе, в Петухово, но это по области. Поэтому люди стараются, работают. И есть информация, что в конце декабря пройдет онлайн соревнование среди юных атлетов, это 17 лет и младше. Но мы ждем пока положения. Мы обещали, что на этой неделе будет размещено положение, определенные правила для проведения. Поэтому будем проводить тренерский совет и собирать команду, если такие соревнования состоятся, и уже в онлайн соревнованиях принять участие тоже, для того, чтобы юные спортсмены могли выступить. Тренер также отметил, что тяжелая атлетика является ведущим видом спорта в Курганской области. Телеканал «Инфо-24» поздравляет зауральских спортсменов с завоеванием новых спортивных высот.